Видео обзор модели БУЛАЦ завода ЗОНО Данная модель универсального твердотопливного котла производится в двух вариантах комплектации БУЛАЦ с механическим управлением и БУЛАЦ со встроенной автоматикой Мощность котлов бывает минимальная 18, максимальная 48 кВт Это универсальный котел шахтного типа или как по-другому называется котел типа ХОЛМОВ У нас есть с вами уникальная возможность посмотреть конструкцию данного котла его уникальные особенности с помощью вот такого вот разреза который был сделан на стенде и увидеть все особенности модели Что представляет собой данный котел? Это объемный бункер, загрузка, топливо происходит с фронтального люка Что очень удобно, особенно для людей с низким ростом Все мы знаем, что котлы шахтного типа обычно загружаются через верхний люк И не все люди, особенно люди с низким ростом могут загрузить через него топливо Через фронтальный, широченный, обращаю ваше внимание на ширину загрузочного проема 41 сантиметр Полено будет вмещаться просто огромное на 30 сантиметров Глубина бункера позволяет загрузить полено до 50-ти полуметра Специально куполовидная форма, чтобы дрова не зависали, не заклинивали Загружаем объемный бункер Более 100 литров топлива И процесс горения происходит на колосняках То есть внизу, нижние 10 сантиметров происходит сжигание твердого топлива Как дрова, так и опилки, тырса, щепа, уголь Все можно загружать и оно горит на колосняках Далее образовывается дым и попадает в вот эту вот щель Теплообменник шахтного типа И там происходит дожиг пиролизных газов Каким образом это происходит? Через дверку фронтальную подается воздух В модели механическим управлением здесь установлена заслонка В модели со встроенной автоматикой воздух подает турбина Воздух попадает сначала на колосники И участвует в процессе сжигания то слоя топлива Далее он попадает в теплообменник Подогретый кислород И смешиваясь с пиролизными газами Происходит дожиг пиролизных газов Также здесь присутствует дополнительная форсунка Вот такого типа С такими дырочками А также вверх поднимается канал дымоходный Соответственно канал подачи воздуха вторичного С сечением разрезами Которые позволяют таким образом равномерно подавать воздух Для равномерного дожига пиролизных газов Для увеличения, по сути, прохождения дыма И его время перебывания в теплообменнике Обращаем внимание на теплообменник Здесь помимо водонаполненных стенок Установлены такие специальные кирпичики из шамота Они установлены в шахматном порядке Чтобы дыму создать как можно большее сопротивление при прохождении То есть дым их вынужден, как бы миная Таким образом дольше задерживаться внутри теплообменника Далее он не просто попадает в дымоход А он еще ныряет вот такую правую сторону Огибает водонаполненную полку То есть вот здесь у нас кругом внутри вода Водохлажа, это все отдает тепло Вот здесь тоже кругом внутри вода Это все отдается тепло Все, что подсвечено синим неоновым светом Это все водонаполненная рубашечка Дым огибает эту полку И только уже после этого он ныряет вот уже в верхний канал И попадает на выход дымохода Чистку теплообменника мы можем сделать через верхний специальный люк Раскрутив удобные такие вот два барашка Мы получаем доступ к теплообменнику Снимаем массивную тяжелую дверку И видим здесь такую вот задвижечку Убрав которую мы имеем доступ к прямому каналу для чистки теплообменника Все вот эти вот шамотные кирпичи для удобства чистки также снимаются То есть все при этом имеет прямой доступ И много времени для чистки у вас не займет Почистив теплообменник и собрав все обратно Мы видим какой длинный по сути канал прохождения дыма В данном котле проходит тепло и отдает максимум водяной рубашке И только потом попадает уже на выход из дымохода Все котлы в линейке завода ЗОТО И тут в декоративном кожухе с базальтовым утеплением Если мы берем версию с механическим управлением Энергонезависимую, которая управляется механическим регулятором Также мы можем взять версию со встроенной автоматикой Автоматика используется в разработке завода ЗОТО Очень напакованная по функциям Этот контроллер позволяет нам как управлять температурой теплоносительной системы Так и управлять циркуляционным насосом горячего водоснабжения Третий циркуляционный насос, который отвечает за рециркуляцию То есть три циркуляционных насоса Также два сервопривода трехходовых клапанов Тоже все зашито в один контроллер Все управляется с единого модуля Все функции мы можем менять в данном контроллере Также к нему может быть подключен датчик внешней температуры То есть мы можем контролировать и менять работу котла В зависимости от того, какая у нас температура на улице То есть это погодозависимая автоматика Также есть возможность разъема подключить контроллер Подключить комнатный термостат И управлять по температуре внутри помещения Также эта автоматика позволяет подключить электронный модуль Который с помощью Wi-Fi приложения Позволяет вам управлять работой данного котла С помощью удаленного По сути в любом месте В любой точке страны Вы можете управлять работой Контролировать процесс работы своего котла С помощью интернет приложения То есть очень функционально напакованная автоматика Далее обращаю особенность Ваше внимание на особенность того, что в данном котле Присутствует механизм шуровки колосников Это вот такой вот справа рычаг Который движением вот таким легким право-влево Мы можем разрушать спекшиеся слои Особенно угольных видов топлива Угольных видов топлива И не давать ему спекаться, коржеваться Это очень удобно Особенно для плохого качества топлива Для угля всевозможных марок каменного и так далее Бурого Любое топливо будет гореть на таких охлаждаемых колосниках И расшуровав колосники, зола осыпается в зольник Турбина применяется в модели ВПА-120 завода М плюс М Двигатели, в которых используются качественно немецкие ЕБМ ПАПС Также все котлы завода ЗОТО Имеют возможность установки электротен По желанию пользователя заглушка убирается И вместо заглушки устанавливается электротен Как на 220, так и на 380 Мощностью от 3 кВт и более С возможностью подключить блок управления Или подключить все в единый блок И управлять этим процессом в едином блоке Соответственно, таким образом Ваш котел полностью работает без вашего участия Если есть топливо в котле Он работает от этого топлива Если нет, то топливо закончилось Система управляет Не дает их за нозвучь Данный ТЭН Выход дымохода у котла 150 диаметра Горизонтально сзади Подача ДН-40 сзади Обратка ДН-40 внизу Для безопасности подключения электроприборов Также есть заземление Для подпитки и слива системы Присутствует кран для слива Комплектацию базы уходит в заглушки Еще раз Модели данной марки шахтного типа Производятся мощности от 18 до 48 кВт Что позволяет отапливать помещение До 500 квадратных метров Все модели завода ЗОТО БУЛАТ Есть в наличии у компании ТЭПЛОБЕЗГАЗА Обращайтесь